Современная история России на примере города. Идеальный образец, в полной мере отражающий индустриализацию, коллективизацию, идеологию, репрессии, амнистии, перестройку и постперестроечный развал. А следом тяжелый период восстановления и расцвет. Современный развитый город, уютно разместившийся среди гор – Кировск. Американский историк Джордж Монро намерен написать книгу о заполярном Кировске, его истории и особенностях. Гуляя по кировским улочкам, Джордж Монро с легкостью подмечает те мелочи, которые обычно ускользают от взора. Он восторгается городом, окружающими его видами, природой и ритмом жизни. С уважением относится к местному климату и успел оценить его не только в апреле. В Хибинах он не в первый раз. Третий, мне третий раз. Третий? А первый раз когда было? Не, два раза, в 16-м году. В феврале я был вместе, а потом я в мае тоже приехал. Как впечатление от Кировска? Вот первое впечатление. Ну, снежный, север, конечно, но хорошее было впечатление с самого начала. Больше всего поразила, конечно, красота. Горы и озера – это такое сочетание необыкновенное. И, конечно, отсюда начинаются Хибины. И смотришь в другую сторону, в направлении Аппетит и долина. Но здесь, конечно, все интересное. С Заполярным Кировском три года назад профессора Джорджа Монро познакомила жена Наталья, которая родом отсюда. С тех пор преподавателя истории России одного из университетов столицы штата Виржения не оставляет идеи написать книгу об этом городе. Для него это идеальная модель государства российского со времен Советского Союза, когда одной из важнейших задач стояла индустриализация. И по наши дни. Уникальность. Здесь была культура. Конечно, очень тяжело здесь положить. Особенно переселенцам, с которыми в основном город начался. Но все здесь было. Ерефеев отсюда, писатель знаменитый. Джазовая музыка здесь, музыкальная группа. На лыжах катаются здесь. Это база туризма. Просто уникальный город. Есть вот сейчас спрос на истории маленьких городов? Да, но стало очень популярно сейчас в Америке среди специалистов России писать истории таких городов, как Кировск. И Кировск – это мой предмет. Кировск уникален. Это не первая такая работа американского профессора. Три года назад была издана и уже переведена на русский язык книга Джорджа Монро «Петербург в царствовании Екатерины Великой. Самый умышленный город». Теперь, как он считает, очередь за Кировском.